Ну, вы знаете, что вы обаяшки, и мы все, в общем, фанаты после фестиваля вашей команды, но сейчас очень непросто. Да, две команды набрали максимум 5 баллов. Ну, а какие ощущения? Очень страшно. Мы же все это смотрели, видели, и надеемся, что мы сейчас словим эту волну хорошего настроения и тоже в нее попадем. Все обязательно получится, тем более у вас такой тренер. У меня мужской вопрос. После того, как Лирник появился в этом замечательном коллективе, вдвоем полегче стало? Еще как. Кого будете благодарить, ребят? Хотелось бы сказать спасибо нашим партнерам, это корпорации Позитив и синдикату ведущих бла-бла-бла. Вот, Алиночка. Дяде Вове, спасибо. Это не Путин, я надеюсь. Ну и, конечно же, огромное спасибо нашему спонсору. Вы отлично держите паузу. У вас до сих пор есть время. Мы в сезоне. Подходите, будем разговаривать. Ну, вы поняли, да? Ну, как минимум, у вас есть минут 10, пока ребята будут выступать. Удачи! Не пуха! Давайте. Добрый вечер, дамы и господа. Мы очень рады вас видеть на концерте женского юмористического трио «Разное». И я этому искренне рад, не только потому, что мне заплатили. Девочки сказали, что тема концерта – Одесса. Столица юмора, розыгрыши. Первое апреля. АПЛОДИСМЕНТЫ Номер от трио «Разное». На репетиции аматорского танцевального коллектива. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Люда, 50 лет в швейной фабрике, только раз 50 лет. Мы еще ни разу до финала танец не дошли. Что такое? И ничего. Что снова колготы рэпнули? Нет. А что вспомнила, что селедка по 80 гривен? АПЛОДИСМЕНТЫ Италия. Ну, а что тогда? Меня Валерка бросила. Вот скотина. Я говорю, посмотри, я мостик сделала. А он говорит, мостиком ты была два года назад, а сейчас ты целая переправа, Люда. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А потом что? А потом говорит, ты возрастная, уродливая, идиотка. Что, так и сказал? Нет. По глазам его погадым поняла. Ну, все, все. Так, Люда, Люда, тлюну глотай, ну блузка ж новая. Извините за опоздание. Привет, девочки. Привет, Валера. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Привет, Люда. Чтоб ты сдох. Что? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Так, давайте репетировать. Я не могу, я не разогретый. Скажите, пожалуйста, Валерий, главное желание. Он цвета, когда денег не было, пять лет не на пуантах, а на козьих копытах прозанималась. И напоминай, как сейчас помню. Цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок. Так, ребята, а ну соберитесь. Вы что, забыли, что завтра вместе с нами выступает детский хор «Сопилочка». АПЛОДИСМЕНТЫ Сопилочка. Ничего, еще два года, и у них начнут ломаться голоса. Посмотрим тогда, кого будут целовать ветераны. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, работаем. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, девочки, в чем дело? Мы все знаем. Как ты так мог поступить с Людой? Да не надо, не надо. Ну. АПЛОДИСМЕНТЫ Та она, что-то ради тебя этот пояс из собачьей шерсти носит. Чтоб у тебя во время поддержек ручки не мерзли. Кто это ценит? Та она ж тебе слова кривого не сказала, когда тебя в чужом хороводе застукала. Стоял там бубик, стучал. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, короче, Валерка, уходи из коллектива. А, уйду я. И в чьих жигулях вы будете переодеваться перед концертом, а? А ты мне тут не угрожай, а то зима придет, не скажу, где твои подштанники спрятала. Так, ребята, давайте что-то решать. А то через полчаса муж будет сюда машину ставить, надо будет искать другой гараж, честное слово. А может и вправду нам нужен другой гараж? Более заботливый, внимательный. Гараж, который носки свои поганые по всей квартире разбрасывать не будет. Люд, ну ты что, обиделась? Обиделась, не обиделась, давайте репетировать, а ты тут трико жмет. Люд, я ж тебя переправой назвал. Только потому что ты, как женщина, на себя любой груз можешь взять. Ты ж как кобыла тягловая. Не исправляешь ситуацию? Я ж до сих пор помню, как мы познакомились, когда ты со стремянки упала и оба подбородка поцарапала. Вот жук! Ну знаешь, чем бабу взять, а? Так, девочки, а что стоим? Давайте репетировать! Ну привет, я твоя кошка, поиграй со мной немножко, ты же видишь, как хочу. Мурчу из кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис. Поцелуй так нежно-нежно, чтобы стало все, как прежде, чтобы я про все забыла, как хотела и любить, как ждала и как начинала. Я хочу начать сначала, быть ночью лишь с тобой, только мне не делать боль. Кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис. Спасибо, девочка! Ну что же, весеннее настроение, Одесса. Скоро курортный сезон, так и вертятся слова. Ах, Одесса, как дорого у моря. Кстати, в тему Одессы девочки подготовили нам еще один номер. Давайте его и посмотрим. Обычная одесская женщина решилась на пластическую операцию. Итак, наутро после операции. Что же он со мной сделал? Я же убы как вареники хотела. Пышные. А получились максимум драники. Ну зато у тебя пакенбарды красивые. Это брови. Ну не все так страшно. Не страшно? Тогда оцени вот это по пятибалльной шкале. Ну по пятибалльной может и страшно. Но в целом... А я говорила. Ну слушай, Люда, ну сама знаешь, что в жизни бывает и хуже. Ну помнишь, ты кастрюли перепутала и вместо макарон бигуди съела. Пережила? Пережила. Ну а вспомни, как на Хэллоуин ты пришла в костюме женщины-кошки, а все догадались, что усы настоящие. Пережила? Пережила. А помнишь, свекровь твоя так долго умирать не хотела, говорила, что ты ее не переживешь. Пережила? Пережила. И сейчас разберемся. Сама такая. Еще и Ленка пришла. Можно подумать, вам есть дело, бахилы у меня на ногах или кульки? Ну шо? Ну вот. Это торба. А ты видишь, все плохо. Та не, я холодец на балконе забыла. Представляешь, абсолютно вылетела из головы. А как вот это лицо твое увидела, сразу про холодец и вспомнила. Ну, Ленка. Ай. Ну не расстраивайся, ну улыбнись. Я уже улыбаюсь. Все, я так жить не буду. Я газом отравлюсь. Ты видела, сколько сейчас газ стоит? Тогда я повешусь. Люда, не с твоим ростом, тут потолки низкие. Тогда, тогда, тогда я горошком подавлюсь. Кто должен давиться горошком, так это твой врач. Так, ну. Ну, так, нормально, скулы есть, все хорошо, все. Доктор, вы мне операцию делали. Извиняйте, барышня. Так. Ну ничего, ну что, ну. Брови хорошие. Это бакенбарды. Ну, в целом красиво. В целом, по-моему. А что же вы, доктор, своей жене такую красоту не сделали? А я не женат. Здрасте. Девочки, вы же мне обещали, что разберетесь. Ну, хоть бороду ему оторвите. Люда, а что ты сразу на доктора накинулась? Ну, не получилась операция. Ну, глянь, он молоденький совсем. Интерн, наверное? Интерн? Нет, не интерн, я просто пьяный был. Ну, выпил человек, что такого? Да, не нужно было меня до операции благодарить. Вот. Так, все. Я так жить не буду. Все, это конец, все. Доктор, отключайте аппарат. Это кондиционер. Отключайте кондиционер. Так, Люда, что ты кипятишься? На самом деле, мы просто тебя разыграли. Никто тебе пластическую операцию не делал. Это ты просто после сна опухла. Есть за мной такой грешок. Это я вам просто аппендицит вырезал и все. Ой, ну слава Богу. Только, доктор, а разве можно два раза аппендицит вырезать? А сколько у людей аппендицитов? Один. Тогда нет, конечно. Огромное спасибо Антону Ливнику за помощь в концерте. Антон, можете присаживаться в зал. Аплодисменты. И спасибо девочкам, которым не составило труда подготовить такой концерт. А, то есть девочкам не составило труда, да? Да что ты знаешь о женском юморе, мальчик? А финальном номере... Не надо, мы сами. Быть бабой в юморе? Что это? Тяжелый крест. Нас недолюбливали. От нас хотели избавиться. Мне говорили, ты слишком красивая, чтобы шутить. Таким, как я, в юморе не место. Мне говорили, ты слишком красивая, чтобы шутить. Мы поняли тебя, Саша. Вася. Алина, закрути воду. Этот юмор вообще мне жизнь поломал. Из-за юмора я запустила спортзал. Из-за юмора, блин, у меня парня нету. Не поэтому, Саш. Я знаю. Не все, а то и... Теперь я кавказцев от них привлекаю. Но ты же любишь кавказцев. Я знаю, но с ними бесная, блин, круглые сутки. Что? Я читаю им шутки. Меня зовут Настя. Не каста, не баста, а насто. Как? Настя. Вот на лиге смеха такие же расклады. Женским команда вообще не рады. Ваши шутки не смешные. Мужикам не мешайте. Уйдите со сцены, идите рожайте. Борщи и пеленки, вот ваш арсенал. И это все только Антон Лирник сказал. Но мы бабы гордые, нас не сломить. Мы и в финале вам сможем родить. Фу, дура накаркаешь. Сама дура. Нет. Алина, давай, читай свой куплет. Эээ, не люблю читать рэп. А что ты любишь? Я люблю котят. Какие же пупсики эти котятки. Люблю я их усики, ушки и лапки. Котята они ведь такие малютки. Не обижайте котят, не ублюдки. А если кто скажет, что котята, отстой. Тебе прямо вышло, заеду ногой. В очке прорублю тебе двери в Европу. Ну а батон, натяну глаз, на. Алина. Из моей суски любит мама. Бабушка, сестра. Соседка по даче. Подружка из Днепра. О, своди из реки, что ли. Да не, из города. Тетя, крестная, училка на заочном. Блин, походу у женщин смеются только женщины. Точно. Астасик парикмахер. Ну хотя стой, мы как-то в Лигу Смеха прошли. На нашем выступлении встал лирник в жюри. На концерте затекла спина. Короче, я встал. Мне сказали, ты их выбрал. А я не выбирал. Из-за дурацкого кресла встал наставник Убаб. Надо мной смеется весь Камеди Клаб. А я успешный юморист. Я не шучу с кем-либо. Антон. Мы с вами номер показали. Садитесь. Спасибо. Это года всем бабам, что не побоялись. И здесь с мужиками на сцене сражались. Когда домой уходят зрители. Когда овации стихнет шквал. Здесь остаются только женские команды. И вместе моют этот зал. Так что, пожалуйста, не сорите. Чтоб не было никаких бумажек, стаканчиков. Жюри, воду с собой заберите. Нам же еще убирать, блин. Честное слово. Все. Честное слово. Друзья, а в конце хотелось быть откровенным, как и девочки. Я вас разыграл. Я с легкостью выговариваю букву «Р». Выговаривать могу, использовать нет. Это как купить мультиварку, но продолжать готовить на плите. С вами были три разные ведущие и Антон Ливник. Спасибо вам, что пришли на наш концерт. До скорых встреч. Па-па. Трио разные и ведущий тренер Антон Ливник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова